Здравствуйте, дамы и господа, с вами мастерская Кракобиса, это мой новый формат, который я назвал Менкрафт. Сегодня я решил слепить санитара из дурки. Прежде всего я делаю скелет из алюминиевой проволоки и налепляю на нее общую форму тела. Леплю из запекаемой при 130 градусах полимерной глины. Поэтому в процессе лепки я многократно запекаю фигурку в духовке по 25-30 минут. После того, как общая форма готова, начинаем понемногу добавлять более мелкие детали. Раскатав небольшую полоску глины и обрезав края, делаю воротник для нашего санитара. Таким же способом делаю галстук. А затем и воротник халата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вылепливаю ладонь в форме варежки. А затем вырезаю на ней пальцы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Делаю фигурки ступни. Тут важно хорошо сбалансировать ее, так как после запекания наш дуркосанитар будет стоять на своих двоих без подставки. Для этого, аккуратно придерживая ступни, ставлю его на стол и подбираю наиболее подходящий наклон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В левую руку я решил добавить советскую сумку с аптечкой. Так фигурка будет выглядеть интереснее. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Долепливаем рукава и нижнюю часть халата. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА За кадром я долепил калату на грудный карман и пуговицы. Начинаем делать голову. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Я налепил немного глины для придания общей формы. А затем стеками для моделирования я продавливаю более мелкие черты лица. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самые мелкие детали я продавливаю зубочисткой. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Надеваем санитару его медицинскую шапку. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот мы и доделали форму фигурки. Теперь пришла очередь покраски. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вообще, в идеале, ее нужно сначала покрыть грунтовкой для лучшего наложения краски. Но я забыл ее в палате, когда убегал из дурки, поэтому сегодня обойдемся без нее. Для начала я покрыл всю фигурку несколькими слоями белой краски. Тут я конкретно пожалел, что взял самую дешевую. По консистенции она больше похожа на сопли. Если вы видите такие в магазине, обходите их стороной. Затем я крашу лицо и ладони в телесный цвет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Тонкой кисточкой прокрашиваю более темные участки на лице. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Халат и шапку санитара я дополнительно покрыл более кремовым оттенком белого. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА В черный цвет красим галстук. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ноги я покрыл темно-серым. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем я покрасил сумку с аптечкой оливковым цветом. А ее края и задняя часть темно-синий. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Затем мелкой кисточкой рисую. Крюк с красным крестом на аптечке. Простым карандашом набрасываю надпись АПТЕЧКА. Затем зубочисткой с белой краской аккуратно обвожу надпись поверх карандашного контура. Изначально я хотел написать АПТЕЧКА УНИВЕРСАЛЬНАЯ, как на оригинальной советской аптечке, но целиком надпись не влезла. Ботинки покрасил в темно-коричневый цвет и черной капиллярной ручкой нарисовал шнурки и обвел подошву. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА После того, как вся краска высохнет, фигурку надо покрыть несколькими слоями лака для моделей. Вот мы и закончили делать нашего дурка-санитара, и теперь он готов ловить шизоидов. На всю фигурку у меня ушло примерно миллиард лет, так как параллельно со своим творческим хобби я работаю на заводе, и у меня не всегда есть на это время и желание. Однако ваши лукасы, подписки и комментарии возвращают мне это желание, так что не стесняйся, солнышко, и подпишись. Чё, тебе жалко, что ли? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА